В минувшую пятницу в ДНР отметили Международный день мира. Ко дню всеобщего прекращения огня и отказа от насилия в столице республики было приурочено открытие выставки с символичным названием «Дети рисуют мир». В Харцинске же в нынешнем году решили отойти от привычной концепции празднования Дня мира и вместо традиционного митинга провели спортивно-развлекательное мероприятие в городском парке имени Чехова. Уже второй год подряд ко дню всеобщего прекращения огня и отказа от насилия Министерство информации ДНР реализует международный проект «Дети рисуют мир». На выставке в Донецке на этот раз было представлено более тысячи рисунков и около 500 писем, в которых дети попытались донести до старшего поколения свои переживания, связанные с детством во время войны. В Харцинске, в свою очередь, 21 сентября на традиционное обращение ООН ко всем странам с призывом воздержаться от военных действий, отозвались молодежным флешмобом и интеллектуальной игрой путешествия. В этом году главной, как нынче принято говорить, фишкой мероприятия, приуроченного к Международному Дню мира, стал квест под названием «Путешествие по миру». Его организаторами выступили специалисты отдела по делам молодежи город-администрации совместно с активистами молодой республики. Так как сегодня Международный День мира, мы решили сделать квест на команду образования. То есть ребята пришли сюда в основном своим классом, своими друзьями. И тем самым этот квест поможет им понять, насколько они дружная команда, насколько они друг к другу хорошо относятся, как они могут друг друга в любой ситуации поддержать, либо подбодрить. В общем, квест вообще весь на взаимопонимание друг с другом, на команду образования. Тимбилдинг так называемый. Отправиться в путешествие по миру вызвались 12 команд, составленных из школьников и студенческой молодежи Харциско. Участникам квеста нужно было выполнить 12 интеллектуальных и спортивных заданий. Чтобы одержать победу в игре по замыслу организаторов, ребятам нужно было продемонстрировать не только умение нестандартно мыслить, решая ту или иную задачу и проявить свои творческие способности, но и быть готовым в любой момент прийти на помощь товарищу. По окончании увлекательного путешествия ребята организовали в парке необычный флешмоб под названием «О мире услышат все». Исполнили песню на языке жестов, после чего с пожеланием долгожданного мира на Донбассе запустили в небо десятки белых шаров.